Вор действовал под покровом ночи. В аптеке над Дзержинского он взломал входную дверь, а затем украл из кассы ящик с выручкой. Добычей грабителя стали более трех тысяч рублей. В полицию об ограблении заявил работник аптеки. Через сутки с аналогичным сообщением в полицию обратился работник магазина по продаже детской одежды и игрушек. Это торговое заведение было расположено также на улице Дзержинского. Утром работник обнаружил, что входная дверь взломана, и из торгового зала пропал кассовый ящик с выручкой и сотовый телефон. В кассе было 7 тысяч рублей. Еще через сутки сообщение о краже со зломом поступило от работников небольшого супермаркета, расположенного в соседнем районе с улицы Дзержинского. Дверь была взломана аналогичным способом. Из магазина пропал кассовый ящик с несколькими тысячами рублей. Вскоре оперативники получили сведения, что один рязанец похвастался среди знакомых, что он так силен, ни одна дверь не выдерживает его напора. Ни дверь аптеки, ни дверь магазина. Полицейские выяснили, что это 37-летний рязанец. Ранее он был судим за угрозу убийством, кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники установили, что мужчина причастен к серии краж со взломом. Грабителя разыскали и задержали. У него изъяли краденный сотовый телефон. Большую часть похищенных денег он уже потратил, в том числе на покупку наркотиков. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Олеся Котровская, телекомпания «Город».